Всем привет! Сегодня появилась с одной стороны хорошая новость, с другой стороны плохая новость. Если вы помните, если помните, на GDC 2023 года Epic Games показывали, что будут вводить новую цифровую площадку под названием FAB. На видео вы видите, как они это делали, показывали все плюсы и минусы, говорили, что все приложения, которые у них сейчас существуют, переберутся в одну площадку. Этот магазин Unreal Engine, далее Sketchfab, Artstation, Quixel, ну и такие мелкие штуки, как MetaHuman, Twinmotion, RealityScan и RealityCapture. Вот, все, по сути, будет в одной площадке. Остается буквально месяц, то есть в следующем месяце мы уже увидим вот эту новую площадку. Старая не будет работать, как появится новая, то есть вы там уже не сможете ничего приобрести и все остальное. Если у вас сейчас имеются ассеты, которые вы продаете, можете сейчас сразу же зайти на fab.com и нажать «Перенести свои ассеты». Если, так скажем, администраторы Epic вам разрешат это сделать, они вам либо вышлют на электронную почту разрешение, там, либо еще что-то. В общем, я пока еще сам не знаю, я сам запросил. Буду ждать. Ну, вообще, из-за чего появилось это видео? Видео появилось из-за того, что появилась плохая новость. Quixel – это та площадка, где выкладываются реалистичные, так скажем, 3D-модели, материалы и тому подобное. В общем, здесь все. И получается, что все, что здесь существует, с 2025 года станет платным. То есть, самая минимальная стоимость ассета будет в районе 5 долларов. Ну, это, как говорится, плохо, потому что сейчас это все бесплатно. Ну, и эпики сказали, если вы заберете все свои, ну, вот эти бесплатные ассеты, ну, какие-то заберете, они станут вам общедоступны всегда. То есть, сейчас главное забрать все ассеты бесплатно, чтобы можно было ими пользоваться. Если вдруг вы захотите выставить какую-то суперсцену с реалистичным внешним видом, как раз-таки Quixel вам поможет. Давайте это сделаем проще, потому что в реальности там более 18 тысяч ассетов, и забрать вручную это сложно. Для этого вот этому человеку особая благодарность. В общем, он сделал JavaScript, который нам поможет забрать все ассетики. Давайте посмотрим, что здесь есть. Здесь небольшая инструкция, но я сейчас коротко обо всем расскажу. Во-первых, нам нужно скопировать этот скрипт, который ниже. Сейчас мы до него дойдем. Заходим под своим логином на площадке, да, к Quixel. То есть, у вас должна быть именно запрос вашей Epic Games учебной записи. Мы сейчас это делаем. Окей, он уже у нас подгрузился. То есть, и получается, что вот мой аккаунт подсоединен к этой штуке. Теперь необходимо зайти на страницу Megascans, да, в коллекцию. Также удостоверитесь, что у вас сейчас ассет подключен. Сейчас он прогружается пока. И давайте перейдем к коду. Вот здесь есть код, который необходимо скопировать. То есть, берете, выделяете его весь. Вот до этих скобок. Делаем копирование. Заходим на Quixel Megascan. Давайте обновим. Может быть, у меня интернет тупит. У нас появляется вот такое вот сообщение. То, что у нас FAB интегрируется вместе. Точнее, Quixel интегрируется в FAB. И, в общем, я забрал уже все возможные ассеты. Что вам необходимо для этого сделать? То есть, то, что у вас в галочке прописано, это то, что вы забрали. Как сделать с помощью этого скрипта? Вам необходимо, то, что вы находитесь в своей учетной записи, нажимаете F12 в браузере. По сути, ну, как минимум, в Google Chrome и в Яндекс Браузер это работает. Далее входите в консоль, если у вас английская консоль. И далее ставите скрипт. Если он у вас вот так же вдруг ругается, да, то есть, вам запрещает вводить. Здесь написано, что необходимо сделать. Здесь надо написать разрешить вставку. Давайте так и напишем. Так. Разрешить вставку. Окей. Далее ставим наш ключ. Точнее, наш, получается, код. И нажимаем обычный Enter. Сейчас он запускается. И если у вас вот выскакивает вот такое вот сообщение, там напишет, какое количество ассетов у вас доступно. Так как я уже все забрал. У меня здесь минус 17 написано. Почему? Не понимаю. Ну, то есть, вы нажимаете Да, подтвердить. И он вот идет, получается, по 19 страницам, копируя необходимые ассеты. Ну, в данном случае, так как у меня уже все забраны, взяты, получается, что он ничего не показывает. Да, бывает много ошибок выскакивают в сообщении. Там 503 ошибка и так далее. Чтобы этого, так скажем, избежать, каждая страница состоит из тысячи ассетов. То есть, получается, примерно, вот, 19 тысяч ассетов, да? Ну, то есть, как вы видите, вот, они написаны 18, 876. Но какие-то из них заблокированы и так далее. Там у вас может оказаться меньше, либо, наоборот, больше. Пока неизвестно, почему это так происходит. Если вдруг у вас на какой-то странице, выдавая ошибку, вы просто покрудите, да, посмотрите, какая ошибка, какая страница. И если вдруг так же вылезла, вы вставите этот код снова, вводите ту страницу, которую вам нужно. Ну, допустим, у меня на 11 странице появилась проблема. Когда я забирал ассеты, у меня вылезла и на третьей странице, и на шестой, и на всех подряд потом. Так что пришлось, ну, почти, получается, раз 19 вводить. То есть, вы вводите страницу, нажимаете Enter, и он заново начинает с этой страницы искать бесплатные ассеты, забирать их в бомб-корзину. Вот сейчас он говорит, что... Хотя я Enter не нажал, он сам автоматом подхватил. То есть, он показывает, что... То, что у вас, и то, что общее количество. В общем, вот такое вот. В данном случае здесь просто закрыть. У меня. Нажимаете Enter, и он начинает с 11 страницы. Вводите сюда 15, он начинает с 15 страницы. То есть, пока вы не заберете все свои бесплатные ассеты, желательно не уходить с этого сайта. И если вдруг какие-то проблемы, вы просто перезагружаете общий вот этот весь сайт. он заново у вас формируется в кэше и так далее, да? И вводите заново этот код и запускаете его. В общем, надеюсь, это вам поможет. Если да, пишите в комментариях, что вы думаете о Epic Games. До скорой встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok